Как я вам обещала, я хочу продолжить нашу тему. У меня эта тема, знаете, выход во все пределы, расширение всех пределов. У меня великое желание выйти за эти пределы. Я думаю, вы тоже хотите этого. Поэтому, даже если я закончу это слово, на какое-то время, быть может, пусть ваши молитвы не закончатся об этом. Продолжайте об этом молиться, пока не выйдете в сферу Божью, в сферу Духа Святого. Итак, Осия, 10 глава, 12 стих. Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину. Ибо время взыскать Господа. Чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Ой, вы знаете, эти такие глубокие слова, что, знаете, только глубокие слова хочется говорить. Да, человек, он живет в ограничениях. Если вы замечаетесь, смотрите на себя, мы живем в ограничениях. Мы их ощущаем во всем. И в первую очередь, конечно же, это ограничение нашей плотью. Правда же? Мы как чувствуем, что Дух наш ограничен плотью. И раз Он ограничен плотью, значит, ограничены временем и возможностями, и всем ограничен. Плоть ограничивает. Но задумайтесь, так всегда было, когда Бог создал человека, так было? Разве человек был создан или же сотворен в ограничениях? Если это так, то почему наш Дух так стремится к свободе? Почему наш внутренний человек так хочет разломать все ограничения? Даже если мы вот это сейчас с вами не проходим, все равно, но желание было, правда? Мы хотим высвободиться от всех зависимостей. Вот мне всегда казалось, что я внутри меня, как Дух, который в клетке, голубь, хочет вырваться на свободу и взлететь. И это желание не покидает. То есть пределы человеческих возможностей меня мучают. Я хочу вырваться из них во что? Чтобы жить в сфере возможностей Божьих. Аминь. Я думаю, вы тоже многие этого хотите. Это и есть жизнь реальности Бога. Жизнь в реальности Бога. Есть наша реальность, вот которую мы с вами видим, а есть реальность Бога. И наша реальность, она нас замыкает. Наши возможности замкнутые. Знаете, мне это напомнило, как когда Бог море создал, и Он его замкнул. Как Иов описывает, Бог ему сказал, 38, 11. Досели дойдешь и не перейдешь. И здесь предел надменным волнам твоим. Чувствуется, что это же самое произошло с нами. Бог замкнул, не перейдешь. Твои волны эти надменные не будут выходить и переходить границу. И это все произошло после грехопадения Адама. Грех разделил нас, вот граница появилась. Граница между Богом и нами. Между реальностью Божественной и реальностью нашей, человеческой. Как пророчествовал Давид. Я сказал, это Бог говорит. Я сказал, вы Боги. И сыны Всевышнего. Все вы. Но умрете, как человеки. И падете, как всякий из князей. То есть, как Бог нас создал. Это, когда Он нас создал. Он сказал, вы все Боги и сыны Всевышнего. Вот что произошло в Едеме. Упали. Теперь, как человек. То есть, как взятые из земли. Это так произошло после грехопадения. И с того момента мы стали жить в ограниченной реальности. А наш Бог остался за границей. За этими ограничениями. Понимаете, куда нам хочется опять? В ту реальность, где мы фактически родились. До грехопадения таких границ не было, понимаете? Не существовало. Человек был сотворен по образу, по подобию Божьему. Почему Он говорит, вы из сущности, Боги. И Он не был ограничен. Вы понимаете? Поэтому Он мог легко разговаривать с Богом, видеть Бога, быть вообще не с Богом. Вы представляете? Непринужденно, просто общался, как с другом. В раю. Разговаривал с животными. Его не удивило, что змей заговорил. Это было нормально. Понимал. Ограничений не было, какие сегодня мы с вами имеем. И человек, потому что он был образ и подобие Бога, как он говорит, сыны Божьи были. Владыки были. Мы были созданы владыками. Владычествовать. Вы понимаете? Если владычествовать, значит уже говорится о том, что границ таких не было, какие сегодня есть. Мы не были ограничены во власти, в силе, в возможности. В разуме не были ограничены. Если сейчас ученые говорят, что мы используем 3%, ну-ка, 5% нашего мозга. Зачем Богу было создавать 100% и потом 3% дать нам попользоваться? А? Значит, мы пользовались этим, но там, до грехопадения, ограничения произошли здесь. Где Бог нас ограничил? Здесь. И все этого достаточно. И мы оказались в границах невозможного. А когда-то Бог сказал, обладайте ею. Землей, все, что на земле. Владычествуйте. И дальше перечисляет весь животный мир, все, что Бог создал. Владычествуйте. Бог дал такую власть сынам. Обладать, владычествовать, править. Вот об этом и сказал в пророчестве Давид. Вы Боги, Сыны Всевышнего, все вы. Бог открыл себя. Понимаете? Себя человеку, свои возможности творить. Открыл себя, свои возможности обладать. Владычествовать на земле. И это все было потеряно. Но Бог не хочет, чтобы это было потеряно. Потому что Он для этого создал человека. И в Иисусе Христе Он возвращает нам это все. Иисус пришел, чтобы разрушить все рамки. Все границы. Он пришел это разрушить. Понимаете? Им, именно им, были размыты эти ограничения. Поэтому Павел и говорит, внутри нас, что? Безмерное величие. Безмеры. То есть, что? Без ограничений. Величие Бога. Безграничное. Ефесянам 1, 19, 20. И как безмерно величие могущества Его в нас. Верующих по действию державной силы Его, которые Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. и посадив Одесну из себя на небесах. Итак, Иисус собою вывел нас из этих ограничений. И все, что Он сделал удивительное, на что мы мало обращаем внимание, Он собою объединил нас, земное и небесное. И в нас Он объединил земное и небесное. Посмотрите, как написано Ефесянам 1, 9, 10. Это тайна. Открыв нам тайну своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, то есть в Иисусе, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головой Христа. Колоссянам 1, 19, 20 говорится так же. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Иисусе в Нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством Его примирить с Собою все. Умиротворив через Него кровью Христа Его земное и небесное. Фактически Иисус это сделал все для нас. Он уже вывел нас из ограничений. Он в Себе объединил земное и небесное. То есть Он возвратил нас в это состояние, какой человек имел прежде грехопадение. Но однако ограничения остались в сознании человека. все это имея в нашем сознании осталось ограничением. Если мы умом нашим сознанием из этих ограничений не выходим, мы остаемся в них. Это тайна сказана, тайна, которую Бог открывает. Потому что именно в сознании произошло вот это разделение. и границы человеческих возможностей были установлены Богом в сознании человека. Вот почему эти ограничения убираются только верой, поймите правильно. Их невозможно никак иначе убрать. Физическими действиями это не убирается. только верой. Потому что неверием они были установлены. Сколько говорится в Писании, что верой мы входим, неверием мы не вошли. Мои хорошие, верой разламываются эти границы. Потому что неверием были построены. если мы обратим внимание на еврейский народ, как с них снимается полотно. Покрывало написано до ныне на их лицах. И когда они читают Тору, они ее не понимают. Почему? Покрывало. Вы это покрывало видите хоть на одном еврейском лице? Это духовное покрывало. Вот это духовная граница и у нас есть, понимаете? И как это покрывало снимается у них? Верой. Верой. Почему? Потому что неверие покрыло. Точно так же. И мы не под покрывалом так закрытыми дверями внутри нас. чем неверием. Поэтому только верой возможно раздвинуть все границы, понимаете? Только верой мы можем выйти из ограничений. И вера помогает нам и наш разум освобождается. И мы высвобождаемся. вот в это что уже имеем. Нам не надо думать, что Бог должен нам что-то дать. У нас закрыто. Павел говорит, как безмерно величие могущества его уже в нас. Уже в нас, в коем верующих. Иисус это уже сделал. Он соединил небо и землю. Плотское и небесное. в чем как внутри нас. Внутри нас небеса. Внутри нас открытые небеса. В плоти земной. Но это все замкнуто. Закрыто от нас самих, понимаете? В сознании человека это все закрыто. Только вера нас берет и высвобождает. Поэтому верой мы можем совершать дела, потому что вера выходит за пределы, за границы. От этих ограничений мы должны избавиться. Надо выйти за эти пределы в Божью реальность. Бог нас призывает в это. Он хочет этого, понимаете? Потому что Он все для этого сделал. Хочется вам сказать, не обидно. Все для этого сделал, а человек сидит. Опять в ограничениях. Но уже у тебя все есть, уже внутри тебя. Только взмолись, только верой начни двигаться. Не сказано, что Бог отменил, больше вы не Боги. больше вы не Сына Всевышнего. Напротив того сказано, что мы дети Божьи, об этом свидетельствует Дух Святой уже. Даже Он пришел посвидетельствовать, вы дети Божьи. Не обидно умереть как человек, как земное существо, из земли взятое. Вера, вера раздвигает границы. У нас много границ. Не забывайте об этом. Продолжайте молиться. Просите, разбивай границы Господи внутри меня. Прорывайтесь. Вы знаете, вы должны прорваться как из кокона бабочка. Сейчас это время для нас. Если мы хотим взлететь, это труд. Для бабочки это очень большой труд, она ломает, нежное существо ломает. Для нее это очень сложно. Знаете, я рассказывала недавно, ну, давно уже, но, может быть, повторю, чтобы для памяти. Такой институт Муди христианский существует. И вот там сделали такой эксперимент. Взяли кокон и наблюдали, как бабочка будет вылупляться. И когда бабочка вылуплялась, выходила, еще крылышки там были в коконе немножко. Они пинцетом помогли ей выйти, помогли шкарлупочку эту разломали, помогли ей выйти. И что произошло, догадываетесь? Бабочка не взлетела. Почему? Потому что когда она ломала сок, сила, приливала в ее жилочки крылышек. Мы не любим трудности. Мы ходим все легко и быстро. Изи фуд, да? Фаст фуд, изи фуд, как люди сейчас готовят, быстренько, быстренько, лишь бы что-то. Не, мои дорогие, так не готовиться. Бог нас готовит, иногда время для этого надо. Он хочет, чтобы мы употребляли силы, чтобы мы наступали, чтобы мы раскрывали свои крылья, чтобы мы двигались, разламывались, стремились в молитве и все, что будет происходить с нами как благо. Принимайте как благо. Я говорила вам это, это все ваши возможности для того, чтобы вы стали сильными. Прорывайтесь, время прорыва. Сегодня время прорыва. Это мы думаем, что нас везде ограничили и закрыли. Нет, время прорыва. Мы сейчас в коконей, как раз там выходим как бабочки. Мы будем летать. И Бог об этом свидетельствует. Он нас призывает в свою реальность. Пришло время жить в его реальности. не только приходить в церковь и здесь походить в его реальности, когда Дух Святой сошел. Нет. Жить в его реальность. Вы понимаете? Пусть все выглядит в обратном. Но это время я вам свидетельствую. Поэтому Бог призывает свою безграничность. Если мы не выйдем в его безграничность, мы не совершим его дел. Для чего он нас послал? Для чего он нас образовал? Мы не сможем ничего сделать. В наших ограничениях мы не явим его. Мы же знаем, что в последнее время пробуждение должно быть великим. Излияние будет необыкновенно сильным, великим. Мы должны дать ему возможность проявить себя во всей его красиве, во всем великолепии, во всем всемогуществе, во всевозможностях его. Но это здесь. Мы должны открыть сознание, выйти в реальность Бога, в его возможности, забыть про наши ограничения. Слово «я не могу», не должно звучать. Как говорил Павел, «все могу», укрепляющий меня Господь. Когда я слышу, что человек что-то говорит, «я не могу», у меня все коробит. Ну естественно. Так кто тебе говорит, дай возможность Богу, просто войди в его реальность. И летать можем, и проходить свои стены можем, и оказываться в другой стране, без паспорта, вдруг там оказался, и проповедовать там, и вернуться. мы все можем в Господе Нашем Сиси Христу. Понимаете, это примеры Евангелия. Вспомните Филиппа. Бог его использовал в одном месте, потом он раз, и оказался в другом. Это не фантазия. Бог хочет проявить себя, но мы ограничили себя. Это невозможно, это не может быть, это я не могу, но это нет сил. Выходите за границей, выходите. Бог послал нам Иисуса Христа для того, чтобы внутри нас соединить земное и небесное. Внутри нас даже, в Иисусе Христе и внутри нас. Открыл нам Иисус выход и открыл нам вход за завесу в Святое Святых. Эта завеса нас раньше отделяла от Бога. Она заслоняла. Наша реальность была отделена от Божьей реальности. Мы хотим перейти, стереть границы. Земное и небесное здесь, вот на этом месте должно быть стерто. когда сюда придет народ, здесь должно быть стерто земное и небесное, здесь они должны встретиться с Богом. Должны встретиться с небесами, понимаете, они должны войти в небеса, войти в это присутствие. Мы должны носить эту реальность, куда мы идем и где живем. Каждый из нас, вы к этому призваны. и вы за это ответственны, если будете сидеть и только слушать и ничего не делать. Все сделал для нас Иисус, Он открыл дверь, Он проложил путь, Он вложил внутрь нас, небеса, что еще надо? Надо просто верой войти в Его реальность, сломать все преграды, молитесь об этом. Господь во мне поломай все эти барьеры, все эти границы, я хочу выйти. Пророк Осия когда говорил об этом, что выходите, засеивайте на вину. Миры физические и духовные, земной и небесной объединены в Иисусе Христе. А в нас Он есть или нет? Скажите, значит в нас. Значит это все в нас. Поэтому каждый человек, который возрожден от Духа Божьего, имеет внутри себя это все, понимаете, новое творение. Я вам хочу сказать, это тайна, которая стала явной. Внутри нас открыты небеса. Услышьте меня. не там, где-то. Внутри нас открытые небеса. Куда вы должны заходить? В небеса. В молитве заходите в небеса. Внутри нас они. Открывайте и заходите в реальность Бога. И реальность Бога будет являться из этих же дверей. И потекут реки живой воды. Если внутри человека, родившегося Духа Божьего, живет Дух Христа, то как можно сказать, что нет открытых небес? Как можно сказать, что там нет небес внутри нас? Если внутри нас Христос, который сидит одесну и Отца, теперь это в нас, понимаете? Как я хочу, чтобы вы это ощущали, чтобы вы туда обращались, чтобы вы входили в эти небеса, ликовали в этих небесах. Да, по плоти мы будем иметь здесь неприятности, никто не сказал, что этого не будет, по плоти. Но когда внутри вас небеса, то и по плоти переносится иначе. Теперь Иисус внутри нас объединил физическое, физический мир и духовный мир. Мы через Иисуса Христа вошли в это откровение Тайны Божьей. Это откровение Тайны Божьей, что приготовил от начала для нас, что внутри нас были небеса. Вы понимаете? Ой, как я хочу говорить много об этом. Нам надо просто открыть глаза, потому что мы в эти небеса заходим с закрытыми глазами. Для того, чтобы это увидеть, надо открыть глаза. Как бедные евреи, которые с этим полотном на лицах. Просто открыть глаза надо. Мессия уже пришел, уже все совершил. Откройте глаза. Но мы не лучше их. Мы приняли Иисуса, мы приняли вот это все царство и закрытыми глазами сидим. И ничем не пользуемся, ничего не видим. Поэтому Павел сказал, что нужен дух какой? Премудрости и откровения Божьей. Премудрости и откровения. Молитесь об этом? молитесь об этом. Я вам скажу, ни одна молитва не проходит мимо Божьих ушей. Когда мы молимся по Его воле, а я уверена, что это Его воля, и Он открывает глаза, и сейчас Он это делает. Мы просили мы молить, Он говорит, Волч, расширяйте границы, выходите за пределы, пусть ваша вера начинает двигаться. Молитесь, Господь, дай мне новое видение. Веди, помоги, открой, раздвинь. Хочу жить в небесах. Хочу жить в твоей реальности. Меня не устраивает жить по плоти. Это называется жизнь по духу. Все, что я вам сейчас описываю, это называется жизнь по духу. Это то, что Павел говорил, что нужно жить по духу, а не по плоти. Тогда будете творить дела духа, а не плоти. А иначе можно быть свободными и жить в ограничениях. И можно всю жизнь прожить в границах, которые давно открыты. А в итоге что? Уврем как человеки. Вы понимаете, не перейдем как боги, а умрем как человеки. Хотите, скажу тайну? Можно расставшись с плотью не умереть. А можно умереть как человеки. Это аптую, как вы хотите, что вы избираете. Иисус был послан нам для того, чтобы дать нам эту возможность в небеса. вывести нас из границ и ограничений. Хочется сказать, когда он говорит, измученных на свободу, то это не обязательно вот этих измученных, которые наркоманы, мы тоже измучены. Потому что дух хочет выйти из ограничений и мучиться. Но он пришел дать свободу всем вывести нас из жизни по плоти в жизнь по духу. Но если мы хотим этого, а если не хотим, а если устраивает, а если нам нравится тихонечко жить, умрете как человеки. Но Галатам 5, 24, 25 говорится, те, которые Христовы. Как мне нравится это? Не те, которые христиане называются, а те, которые Христовы. Распяли плоть со страстями и похотями. Вы знаете, как называют мусульманский мир, христианский мир? А там о Христе и речи не идет. Они никогда не были настоящими христианами. Они как нацию это приняли. Поэтому очень хорошо сказали, те, которые Христовы. Не христиане, а Христовы. Что они сделали? Распяли плоть со страстями и похоти. Вот так будет определяться Христовы и не Христовы. Не христиане, а Христовы. Если мы живем Духом, то и по Духу и поступать должны. вот о таком состоянии говорит Павел, что уже нен, а Христос живет в нем. Поэтому он говорит, о, какое всемогущество внутри меня. Потому что внутри него Христос и он знал это. Он ощущал это, он понимал это, он осознавал это. И он говорит, вы Христовы, у вас то же самое. У вас тоже всемогущество, у вас тоже живет Христос. Но вы его в рамочке, под замочек, граница, пограничники, туда нельзя. Это мы не можем, это нельзя, это так не бывает, это давайте будем выходить, выходить за границу, чтобы уже не я. Христос живет во мне. А Христос это соединение неба и земли. Земного и небесного. Это открытые небеса. Это всевозможности Божьи. Когда Христос живет. Значит живет в человеке откровением о безграничном могуществе, о безмерном величии, если Христос живет, то это так. И если живет безмерное величие, могущество Божьего, то что будет проявляться? Его безмерное величие, безграничная власть, Человеческие возможности, это все ограничивает. поэтому Господь нас вызывает. Выходите. Выходите из ваших ограничений, потому что это все есть в вас, но вы не выходите за ваши границы. Остаетесь на этом уровне слова. Слово это есть, а за пределы в дух войти не идем. Давайте будем выходить. Вы знаете, что ограничения, еще раз напомню вам, что это проклятие. Когда мы получили эти ограничения, когда мы были наказаны, когда Бог нас наказал, но сейчас Он нас простил, мы же больше не наказаны, можем выйти из угла. Мы же не будем стоять в углу, правда? Если Он нас простил, давайте выходить. Выходить из этих ограничений. Молитесь об этом. Просите Господа. Я верю, что получим. Уверена, что... Верим даже не подходит. Уверена, что получим. А почему такая у меня уверенность? Потому что это воля Бога. Вот потому уверенность. Если Бог этого хочет, значит будет. Не потому, что мы захотели, но это воля Бога. А нас нас. Поэтому это будет. Теперь только остается нам согласиться с этим. Но я хочу вам сказать, где свобода? Где? Где Дух Господень? покрытый. Вот как сказано было об иудеях, что у них покрывало покрыто. Почему? Потому что Духа Святого не приняли. Но там говорится и это истина, где Дух Господень, там свобода. Значит, что надо сделать? Примите Его по-настоящему. Войдите в Его присутствие, в Его состояние, в Божий мир, где Дух Господень, там свобода. Я думаю, что каждый из вас немножечко это почувствовал, что когда Дух Святой вас касается, входит в вас, вы все можете, правда? Вы чувствуете себя просто орлами. А Дух Святой отошел немножечко, как того, а кто его знает? Давайте так его примем, чтобы он внутри нас растворился и никогда не выходил. Но это уже другая тема. Я вас благословляю, давайте с вами помолимся. Продолжение следует...